как проповедовать своим детям близким слово божье их раздражает не воспринимается ими каждый день наставляем объясняем а результат прямо противоположный дети считают нас в лучшем случае отсталыми а в худшем сектантами люди в возрасте нередко болеют могут быть раздражительными а ведь и дети все это видят и говорят где же ваша вера почему так поступаешь проповедуешь одно поступаешь по-другому молишься об исцелении сам болеешь в итоге тяжело всем и нам и нашим детям спасибо большое за вопрос насущный вопрос очень актуальный вопрос для всех поэтому давайте подумаем на порассуждаем эту тему вы знаете кто-то сказал что не пытайтесь воспитывать детей воспитайте сами себя на самом деле дети смотрят на на нас и на ваши слова на нашу жизнь и они учатся как мы живем они как мы говорим поэтому если они видят неискренность или неверность неверность нашим словам когда мы говорим одно но сами живем по-другому они видят это лицемерие и в итоге они становятся противниками такой веры и не хотят не ходить церковь не читать слова потому что они видят пример плохой что мы говорим одно поступаем по-другому и это первое то что мы должны быть как бы правильным светом мы должны быть светом для наших детей светом этому мир ну давайте посмотрим как воспитывал как воспитывал иисус христос своих учеников или всех остальных людей и как он воспитывает до сих пор ведь иисус христос никого не упрекал за грехи за то что они неправильно себя ведут неправильно поступают ну кроме фарисеев учителей мы не будем рассматривать эту историю а так он с грешниками смытыми ел общался и не упрекал никого не упрекал в том что они неправильно живут или неправильно верят нет он просто был и вот когда просто рядом со христом то все освещается освещается христом и вот если мы посмотрим 2 коринфянам 3 18 написано мы же все открытым лицом как в зеркале взираем на славу господню преображаемся в тот же образ от слова славы как от господнего духа то есть если мы со христом то христос нас преобразит человек человека не поменяет не направит не сделает христос сделает и поэтому задача родителей или близких принести человеку христа и христос уже поменяет воспитывал христос воспитывал нас тем что он просто давал нам пример вот если мы посмотрим я на 13 главу когда иисус умой ноги ученикам он сказал если я господь и учитель умой ноги вам то и вы должны умывать ноги друг друга ибо я дал вам пример чтобы вы делали то же что я сделал вам истинно говорю вам раб не больше господина своего и посланник не больше пославшего его то есть господь нам давал пример то есть если мы смотрим на христа или если мы со христом то христос преобразовывает нас если мы со христом если мы без христа то никто нас не преобразует и все эти нравоучения никому не помогут иисус сказал богатому юношу следуй за мной или будь со мной да когда он попросил что мне сделать чтобы наследовать жизнь вечную господь говорит исполняй заповеди богатый юноша говорит я вот все это исполняет это одного тебе не достает продай имение свое и следуй за мной или будь со мной и ты тогда найдешь спасение потому что тот кто рядом со христом тот освещается христом иисус есть путь истины и жизнь и поэтому мы должны понимать что если человек неправильно действует или не так поступает или дети наши не так поступает мы не должны указывать на их недостатки сколько понимать что нету с ними рядом христа нужно понять что не грешить это не спасение а спасение это когда мы со христом когда христос в нас почему мы и не под законом под благодать под законом это когда делать правильно неправильно а под благодатью это когда на смыки христом поэтому мы должны больше смотреть на детей не потому что они так поступают или не так поступает а ну развился смотреть со христом они или ней с此ристом а чтобы они были со христом мы должны быть для них примером, со Христом ли мы, а мы со Христом, мы живем так, так как написано, так как мы хотим, так как Христос хочет, исполняем ли мы волю Христа, являемся ли мы светом, светом этому миру, живем ли мы одинаково в церкви и дома, говорим ли мы одинаково со своими детьми и с чужими детьми, говорим ли мы одинаково, когда мы разговариваем с пастором и тогда, когда мы говорим с супругом, поэтому, вы знаете, надо быть просто верным, Слову Божьему, верным Христу, быть со Христом, если мы будем верными, тогда и дети наши будут верными, Поэтому, вы знаете, младенец хочет изменить других, а мудрый меняет себя Младенец много требует от других, а мудрый только от себя Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши дети были со Христом, будьте вы со Христом, в искренности, в истинности, и вы тогда увидите, как ваши дети пойдут по вашим стопам Завантажуйте додаток Світлого Радіо Это світла музыка, духовная поддержка, ответы на вопросы, новины, свидетельства слушателей и программы для детей Світло Радіо – Божий прихисток від щоденної метушни Маймут Завинок, доброго вечера, здравствуйте Приветствую Светлого Радио Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, я вас беспокоит, брат Иван У меня вопрос До недавнего времени я придерживался такого учения, что человек умирает в бедсмерти Но я был на служении в других церквях и вообще слушал проповеди И не один раз уже начал рыться, доискиваться, что человек умирает тремя смертями Скажите, как это три смерти и как по Евангелии правильно В двух смертях человек умирает или в трех Так может вы скажете, Иван, а то мы не в курсе дела, просветите нас Я хочу богослово услышать, спасибо, будьте прославлены У нас в Писании есть только две смерти, первая и вторая смерть И мы уже говорили, первая смерть – это отделение души от тела Когда разъединяется, то это первая – физическая смерть физического тела Это первая смерть Вторая смерть – это отделение души от духа Это как бы, ну, конечная смерть уже страшная смерть – это участь в озере Огненом И поэтому других, как бы, смертей мы не наблюдаем, так скажем Поэтому я не знаю, откуда вы взяли Алексей Анатольевич, я принагидно просто згадал одну фразу из Иван Илья, очень цикаго С приводу, там, другой смерти и так далее Иисус каже, не бойтесь тех, что убивают тело, а души ничего не могут заподъяти Не, скажу вам, боитесь того, кто может после убивания, после убивания тела, ввергнуть душу в Гиену И одни люди кажут, ну, это, напевно, просто страх Божий, ну, бо только Бог имеет владу А другие говорят, что Бог добрый, он не хочет никого ввергать, мы сами ввергаемся в Гиену, он нас никуда не кидает, а мы просто отмечаемся от его любови, которая вечно никогда не перестает И вот, мы сами, типа, идемо в темряву Суд в том, что свет пришел в мир, но люди больше полюбили тьму, чем свет, отвернулись сами Вот, и что это, ну, про лукавого, про цей свет, про, как царство диявола Ну, бойтесь того, оцей лукавый свет, який обманюет так, что людина сама, ну, сама входить в Гиену, так би мовити, сама иде в темряву Просто, можливо, у вас какие-то ремарки, я до того, как вы понимаете этот рывок Бойтесь более того, кто по убиении может и душу погубить в Гиене Вот давайте мы, вот опять же мы, если вернемся, там, к этим двум смертям На самом деле, вот, первая смерть, это отделение души от тела На самом деле, это уже вторая смерть, ну, такой парадокс получается Потому что вторая смерть, это отделение души от Духа Божьего Она произошла в бытие в третьей главе Бог сказал, в тот же день умрете То есть, разделение души от Духа произошло тогда, когда еще Адам был в теле физически живой То есть, первая смерть стала второй смертью И вторая смерть стала первой смертью, если вы не запутались, извините Ну, так получилось, что Адам стал мертвым, духовно мертвым, но физически еще остался живым И после Адама все стали рождаться духовно мертвыми Все, все, все Это у нас Ефесянам 2 глава, что мы все родились мертвыми во грехах И когда пришел Иисус, Он оживотворил нас, и благодатью мы спасены Он оживотворил вот этим вот Духом И поэтому Господь говорит Бойтесь, не бойтесь убивающих тела А бойтесь того, кто может и тело, и душу погубить в гене огненной То есть, если человек не найдет Иисуса Христа Если он не откажется, не так скажем, не найдет, а скажем, откажется от Иисуса Христа Это будет вернее Но в таком случае, кто в таком случае, вот эта первая и вторая смерть Они будут одновременны, то есть убиение тела И, соответственно, душа идет в гене огненной Но это для тех людей, которые, еще раз говорю, откажутся от Иисуса Христа Осознанно откажутся Ну, тут вот эти как раз тонкости перевода То есть, если мы посмотрим в разных переводах, там немножечко все по-другому То есть, бойтесь того или... Кто или того что Или того что Но суть остается одна при разных переводах То есть, если мы не найдем... Ну, то есть, мы должны этого бояться Если мы не найдем Христа Я заразумею То мы все равно пойдем в озеро Огненное Если мы откажемся от Христа, все равно суть одна Даже если в этих тонкостях перевода Если мы или будем бояться того, или будем бояться того, что Вот, что приведет нас к этому Но суть все равно остается одна Дуже цікаво, потому что я хотів спитати с приводу мертвості От, був Мойсей, Авраам, праведники, пророки, через яких Бог говорив Не уже всі вони мертві? Або учень, якому Иисус каже Він каже, я піду поховаю спершу батька Він каже, залиши мертвому ховати своїх мерців А ти иди и проголошуй царство живого Бога Тобто, Він же не вважав, що цей учень теж мертвий Але Він коливався, Він між мертвістю і життям був Тобто, все залежить від стосунків з Божественним Духом або з Христом І так було завжди і в часі Моисея, Авраама, і... Кого Бог посещав, тот був живим Потому що він був живим Богом І якщо Бог приходив до Моисею, Аврааму І ко всім праведникам, Ісаї, Іеремі То ці люди були живі І по цьому посланні 1 Петра написано Що через них провещував Дух Христов Дух Христов і Дух Бога Всемогущого – це один Дух Цікаво, що вони були в такому пограничному состоянию І що Богоявлення – це був шок для них От Ісаї, він же не був якимось нечистивцем, зухвалим, грішником Ні, він був благочистивою людиною Але коли у нього було це переживання Він закричав «Горе мені, я загинув, бо я нечистоустий і живу посеред народу нечистоустий» Тобто, це святість так впливає на людину Да, це действительно всегда впечатляє І коли Петр увидел Христа, Місія, він упав на коліне і говорить «Господи, отійди от мене, ібо я грешен» І тому у всіх должно бути таке богопочитання, благоговіння, богобоязненность Завантажуйте додаток світлого радіо Це світла музика, духовна підтримка, відповіді на питання, новини, свідчення слухачів та програми для дітей Світло радіо – Божий прихисток від щоденної метушні